Зовут меня Олег Проволк. Я, так сказать, один из людей, которые обстоят его истоков Донецкой Республики. Начиналось это все в далеком 2005 году, в январе, на площади Ленина в городе Донецке. Все помнят знаменитый третий тур выборов, несогласия и сопротивления Донецка, которые выделились в массовые, не скажу, что беспорядки, но массовые демонстрации, палаточные городки. Там я познакомился с Андреем Пругиным. И, мягко говоря, это знакомство чуть-чуть перевернуло мою жизнь. До этого я никогда не думал, что я займусь политикой, общественной работой и чем-то в этом духе. Общаясь с ним, я начал понимать то, что происходит в Украине, хотя, естественно, я этим тоже вопросом занимался, читал интернет, книги. В апреле 2005 года мы в Донецке, около 500 человек выдвинулись в город Киев после того, как арестовали Бориса Колесникова. Выдвинулись в его защиту. Собственно говоря, это была не защита самого Бориса Колесникова. То есть, все понятно, что человек где-то когда-то виновен и был виновен. Было против того, что арестовали Колесникова не как преступника, а как Донецкого. Эту акцию проводило против регионов, которая доблесть на ее завалила. Нас быстренько попытались всех увезти, сунув в зубы какие-то финансы. Но у нас пять человек из Донецка решили остаться. И поставили палаточный городок в Мариинском парке. С нами еще было шесть человек из Киева. Скажу честно, помогали нам ставить два регионала. Это Шуфрич и второго фамилии, я не помню, макеевский депутат против регионов. Нам говорили, что мы сделали великое дело, нам помогут, нас отблагодарят, машину подарят каждому. Ну, естественно, ни благодарности, ни машины, хотя не в этом дело, мы не получили. Потом только мы пинки получили от них. Значит, в это время Андрей занимался в Донецке регистрацией общественной организации Рожденной Революции. Это очень такая продуктивная организация была. Под две флагами стоял палаточный городок в Донецке. Все лето мы его продержали, участвовали в акциях, в демонстрациях. Некоторые акции, демонстрации заканчивались столкновениями с милицией. Но постепенно, как раз, сплачивался коллектив, который постепенно, постепенно перерос. И в нем родилась идея о регистрации общественной организации Донецкой Республики. Коя была проведена в ноябре месяце 2005 года. Учредителями этих организаций были Андрей Пургин, Александр Цуркан, ныне покойный, умер, царство небесное, хороший был человек. И я. Были зарегистрированы две организации. Донецкая, Роводская и Донецкая областная. Постепенно были зарегистрированы Александром Матюшиным Макеевского права в Донецкой Республике. Весьма интересный орган. Он очень много нервов потрепал украинской власти. Снимают шляпу перед ним. Очень его уважаю. Были организованы также по принципу сетевых организаций несколько в Мариуполе, в Краматорске. Были назначены также послы Донецкой Республики в городе Киев, в городе Москва. И всеми этими телодвижениями мы очень здорово разозлили украинскую власть, украинских националистов и службы безопасности Украины. А после того, как мы со своими флагами попали в 2006 году в Палаточный городок, то мы стали врагами номер один у всех украинских националистов. Можете посмотреть, мы везде возглавляли списки самых антиукраинских организаций. Боролись мы за нашу Родину, за Донбасс. Мы боролись, чтобы здесь люди могли думать и говорить, жить, не оглядываясь на свою национальность. Мы боролись за право помнить свое прошлое. Мы боролись за то, чтобы в конце концов мы не забыли, что мы русские. Все это длилось очень много времени. Все это люди приходили, уходили, оставались самые стойкие. По-моему, в 2008 году, сейчас уже давно это было, после того, как мы устроили сбор подписей о референдуме о защите русского языка и о назначении во втором государственном, было против нас сфабриковано уголовное дело. Значит, три статьи было, участвовала. Это первая статья была, номера не помню, по-моему, 107-я, 109-я, еще какая-то. Значит, покушение на территориальную целостность, покушение на конституционный строй и террористическая организация. Чем была террористическая организация? Был момент, когда меня пытались арестовать за фотографию со стройбольным автоматом. Или же за фотографию с климатическим пистолетом. У нескольких наших людей, ну, у меня конкретно проводились обыски, у некоторых наших людей проводились обыски. Андрей Поругин был более четырех лет под подпиской о невыезде. Значит, более полугода, как на работу, ходили на допросы. Уголовное дело состоялось 13 томов, в которых два тома были результаты экспертиз, 10 листовок, коими вообще, ну, в баре того, это нонсенс был. А 10 томов – это были копии интернетовских страниц со статьями о нас. То есть, они являлись уликами против нас. Долгое время были забрана компьютерная техника, были забраны знамена, были забраны... У меня даже были забраны книжицы украинских националистов, которые, ну, держались у меня, но я должен был выразить врагам лицо. Их даже забрали, они не понимали. Была забрана даже книга Аксёнова «Остров Крым», как сепаратистка. Как это не смешно звучит. Вот. Постепенно, я повторяю, я уже говорил, что постепенно к нам приходили, наставало приходить очень много людей. Очень много. То есть, мы начали формировать сетевую организацию. У нас не было головного офиса. Люди приходили, уходили. Люди в своих городах, реализовывали по своему усмотрению и по своей направленности на организацию. У нас были левые, у нас были правые. Было очень много интересных людей. Были представители братства. У него сейчас, он сейчас попал в рядах о поучении. Я вам скажу, я видел, как он шел в бой, у него с осколком разбило карабин, и он шел в бой, у него в руке был бинокль. Хотите верьте, хотите нет. Было такое. Это было в аэропорту вот неделю назад. Вот. Что вам еще рассказать? Ну, постепенно зимние события заставили нас активизироваться. И к марту месяцу костяк собрался, и первую ночь, когда выставили палатки на площади Ленина, остался там ночевать Андрей Пургин и еще несколько человек. Я на мой стыд не смог с ним простоять всю ночь. Достоял с ним до полпятого. Был вынужден, потому что мне надо было утром уезжать в Харьков к своим товарищам. А он доставил всю ночь. Да, вот так. Постепенно митинги, затем первый неудавшийся шторм, потом удавшийся шторм ЛГА, потом уход из ЛГА, первый шторм СБУ, второй шторм СБУ, третий, второй шторм ЛГА, заселение ЛГА. Я помню, как люди, вооруженные палками и бутылками с зажигательными смесями, стояли здесь и, не боясь никого, выстояли. Я помню, на третьем этаже встретил как-то в ночь, все ожидали штурма ребенка лет 12-13, обвязанного бутылками с зажигательными смесями, он себя решил бросить под танки. Ну, сняли, надавали им подзатыльников, но этому поступку были очень сильные. Что вам еще раз сказать? Вспоминая, конечно, этот март-апрель, сейчас ты сейчас смотришь, да, мы вооружены, у нас есть автоматы, пулеметы, какие-то танки. Да, мы где-то менее организованы, мы где-то больше похожи на дворвойска Нестера Махно. Но, ну, смотря назад, мне хочется сказать вам так. Донецкая Республика будет построена, ДНР быть. Нас узнают все. И самое главное, велика степь Донбасса. Отступать некуда, мы на свое время. Донецкая Народная Республика. Все. Донецкая Народная Республика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok